Всем привет! С наступившим Новым Годом, друзья! Начало зимы в этом году у нас в Петербурге и Ленинградской области, а отличное! Нет сильных морозов, температура плюс два минус два градуса и снега очень много. В общем, красота! Все дружно лепят снеговиков, разных экзотических животных и строят снежные крепости. А вот для птиц это время довольно сложное. Семена и другую пищу накрыл снег. Если ударят морозы, то много сил и энергии уйдет на то, чтобы согреться. Вы наверняка смотрели наши прошлые видео про скворечники, где мы рассказывали, как их чистить, кто в них живет. Ну а зимой мы подкармливаем наших дачных птиц. Вешаем им специальное кремо для нажирной основы с семенами, птичью колбасу, которую любят и синицы, и дятлы. Она долгоиграющая и на зиму на самый холодный период пары штук вполне хватит. Ну и, конечно, кормушки с семенами. Кроме того, мы не жадничаем, оставляем немного яблок для птиц. Ну и, конечно, ягоды. Так что корм есть самый разнообразный на любой вкус, только прилетайте. Кстати сказать, и в парках также висят кормушки, причем тоже самые разные. А вот кормить ли птиц зимой, об этом идет постоянный спор. В регионах с мягким климатом, говорят, делать этого не стоит, потому что зима это естественный отбор. А где климат более суров, я вот так считаю, что, конечно, нужно помочь нашим друзьям. В любом случае, кому интересно, я оставила ссылку в описании, как не совершить ошибок на кормушках, как сделать сами птичьи кнёдли, ну и о том, кормить ли птиц зимой. Всем пока! Ждем вас снова на нашем канале!